Приветствую вас, давайте разберем то, что вы написали. Никак не могу перестать ест. Смотрю на себя в зеркало или старые фото, где я худаю и хочется что-нибудь съесть. Мэри, у вас имеет место быть нарушение пищевого поведения и при нарушении пищевого поведения рассматривается несколько причин для подобной истории. Первая причина заключается в том, что вы внушаетесь в любви, потому как ваше поведение, оно представляет из себя оральный тип, а оральное поведение это всегда то, что связано непосредственно с любовью. Точнее, недостатком. Недостатком любви к себе. Вот. Это первое. Второе, это страх близости. Страх эмоциональной близости. Страх духовной близости. Вот. Вот. То есть, это в основе лежит страх. Страх близости. Из-за проблем. Из-за проблем с личными границами. Например. Если у человека есть сложности с личными границами, то в таком случае человек испытывает трудности с трудностями, да? Вот. А именно боится сближения. И из-за того, что он человек боится сближения, у него появляется такое вот желание отдалиться. Желание сделать себя непривлекательным, сделать себя некрасивым, сделать себя каким-то и каким-то еще, да? То есть, это вот такая вот проблема. И, соответственно, проблема личных границ, она разбирается, она корректируется. Проблема личных границ. Я бы сказал, успешно решается. Вот. И в результате вы можете жить, вы сможете жить, полноценно. Вот. Вот примерно так. Примерно так. То есть, два момента основных. Первый – это потребность в любви человека. Второе – это желание защитить свои личные границы. Вот. Потребность и необходимость это сделать. Вот. Я думаю так. Можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это поможет вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.